Приветящий It House Flipper, мы продолжаем обустройство нашего с тобой домика, в котором мы собираемся жить. Прихожу я, короче, сюда на участок, чтобы начать работать, обхожу территорию и смотри, что нашел. Какие-то непонятные кучи. Такое ощущение, что здесь кто-то навалил кучек. Или, может быть, это муравейники, хотя они из грязи, нет, навряд ли муравейники. Может быть, это крот у нас тут завелся, я даже не понимаю, что это такое вообще. Давай возьмем лопату, это быстренько уберем. Так. Вот так вот. Короче, похоже, это на просто грязь какую-то. Я не знаю, может, тут бомбежка грязевая какая была. Откуда они взялись? Откуда? Смотри, видел? Она появилась. Я не понял, а что они появляются-то? Они туда переместились. Что за фигня? Какая-то магия. Так, вот это я убираю. Поворачиваюсь. А они здесь появляются, ты посмотри. Ой, что это? Вон, видал? Прямо на глазах выросло. Чё это за дичь? Как с этим справляться? Как с этим бороться вообще? Может быть, водой палить, я не знаю. Размягчить всё это дело? Аааа... Нет, лучше не становится. Может, топором срубить? Нет, именно только лопаты надо. Но меня это вообще нифига не устраивает. Чё это за калачи у меня на заднем дворе будут валяться? Я не понял вообще. Ооо, боги. Сколько гемора с этим домом. Ладно, короче, пошли внутрь, быстренько спрячемся от этих калачей и начнём обустройство дома. Потому что отделку мы с тобой завершили полностью, теперь нужно наполнить квартиру вещами. Итак, начнём с кухни. Лезем в магазин, раздел кухня и ищем подходящую мебель, которая нам больше всего понравится. Например, вот эта вот мне дико нравится. Давай-ка её попробуем разместить. Цвет у нас будет. Под цвет дерева прикольно, конечно, но мне всё-таки больше нравится серый или белый цвет. Так что лучше оставим оригинал. Покупаем. И, ооо, смотри, ровно вообще в стеночку вписывается, как раз прям. Вот так-то. Красотищей. Чумачечей. Конечно же, конечно же, нам нужны шкафчики подвесные вот такие вот нам подают. Можно их в белый цвет перекрасить. Повесим мы их. Так, давай. Повесим. Развернуть всё это дело надо, похоже. Чё, о, о. Вот так вот. Фасад этого навесного шкафчика, он глянцевый, поэтому он бликует зелёным цветом. Кухонный комплект с духовкой. Нужно вещицу, нужно её прикупить. Поставим мы её где-то здесь, наверное, да? Вот так вот. Или подожди, она сюда влазит. Нет, сюда она не влазит. Чёрт. Придётся без кухонного комплекта обойтись. Берём по отдельности, значит, холодильник. Ставим его здесь. Рядом с розеточкой. Вот так вот. Ага. Ну, поскольку дом у нас большой, берём газовую плиту. Ставим её вот здесь вот. Опа. Ну и, конечно же, нужно купить газовый баллон. Вот он, красавчик наш. Ставим её рядышком с плитой, чтобы плита у нас работала. Угу. Также нам нужно поставить классическую кухонную сушилку, чтобы сушить на ней посуду. Чё-то я подумал, что шкафчик нам нужно вот этот вот немножечко-немножечко буквально вот так вот переместить вот сюда вот. Потому что здесь у нас станет вытяжка. Как же без вытяжки-то? У нас всего на выбор две вытяжки. Берём самую дорогую, конечно же. Лучшая в дом. Вот такая вот вытяжка. Капец она огроменная, конечно. Давай, наверное, сделаем вот так вот на уровне навесного шкафчика. Ага. Всё по фенчую. Теперь нам нужен стол кухонный, желательно. Пока искал стол, смотри, что нашёл. Полка для кухонных принадлежностей. Обязательно нужна. Вот прям вот тут крайне нужна. Кстати, а её в зелёный цвет можно было покрасить? Нет, к сожалению, нельзя. Тогда в белый. Приправы у нас будут висеть вот здесь, вот рядом с плитой. Ага. Там у нас есть ещё какая-то прибалуда. Вот такая вешалка для кухонных принадлежностей. Тоже пригодится. Ну вот так вот тоже повесим с тобой. Хопа. Стол мы, конечно же, возьмём вот такой вот огромный. Огромный. Большой, серенький у нас будет. Поставим мы его сюда вот на угол. Или, может быть, на центр. Я бы, если честно, была бы возможность... Подожди, а может мы островок сейчас с тобой сделаем? Короче, берём вот этот вот шкафчик. Беленький. Покупаем. И делаем здесь островок вот такой вот. Прям посерединке. То есть, смотри, ты здесь вот что-то приготовил. Тут у тебя сковородки, кастрюля, всё-всё-всё. А здесь ты можешь всё это выкладывать. Или нарезать. Ну или вообще просто фуршетный стол намутить. В принципе, чего бы нет. Только развернуть это всё дело надо. Сейчас мы развернём вот так вот. Вот так вот, да. Отлично. Тут ещё и шкафчики. Можно всякие безделушки туда натолкать. Хм-хм. Вот эту стенку надо чем-то украсить. Я не знаю только чем. Сейчас в магазин поищем. Как насчёт картин? Я вот сейчас что-то ищу. Что-нибудь, знаешь, там с блюдом, конечно, хочется. Но чё-то ничего такого нету. Ладно, давай, картина «Лесная сова». Вот такую вот купим. И повесим её вот сюда вот так вот. Поровнее надо чуть-чуть сделать. Ну что, вот такая вот у нас кухонька получилась. Мне кажется, всё огонь. Единственное, нужно стульчики ещё добавить. И, конечно же, растений. Как раз растениями мы сейчас и займёмся. Растения мы поставим, поставим. Куда бы его поставить, красавчик-то? Да, вот здесь вот у нас поставим его. Вот, растения есть. Стулья у нас будут вот такие вот. Мы их поставим здесь. Несколько штучек. Ну, чтобы если гости придут, они могли спокойненько взять и присесть. А следующая комната у нас – это спальня. Сейчас здесь намотим кровать. Здесь будет всего по минимуму. Это тупо место, чтобы поспать. Здесь будет кровать. Может быть, какой-нибудь комодик и телевизор. И всё, больше ничего здесь не будет. Кровать, конечно же, должна быть двухспальная. Огроменная просто. Вот, например, вот такая вот двухспальная кровать. Дора. Очень, очень огромная, классная. Что ещё? Двуспальная кровать Вармай. За 33 тысячи. Хо. Неплохо, так я тебе хочу сказать. Я вот думаю, что её-то мы и возьмём. Устанавливаем. Что это там за жёлтые пятнышки какие-то на подушке? Я не понял. Ну-ка. А, это пуговицы. Господи. Я уж испугался. Мне кровать продали с пятнами. Значит, здесь мы где-нибудь сейчас поставим тумбочку с телевизором. Короче, значит, берём вот такую вот, похоже, что, да? Цвет вот этот больше подходит. Покупаем. Ну, не совсем, конечно, цвет подходит, но ладно. Ничего лучше я не нашёл. Конечно же, телевизор. Вот такой вот здоровенный. Покупаем его. Отлично. Просто по кайфу. Конечно же, нам нужен шкаф. Чтобы складывать туда свои вещички. Берём вот такой вот шкаф Вира. Очень дорогущий. В какой цвет можем его покрасить? Цвет. О! Вот. Вот. Вот такой вот цвет. Должен подойти. Значит, ставим его... А... Давай. Блин, чёрт подери. Ах, мест мало. А сюда, если мы его поставим, мы окно закроем, да? Ну и фиг с ним, с этим окном. Ну да, пойдёт. Жалко, конечно, я бы окно немножечко переместил в центр. Неудобно здесь сделали. Хотя это спальня. Окна всё равно будут всегда закрываться шторами. Сейчас ещё шторы поставим. Вот такие вот длинню... Нет, длиннющие не хочу шторы. Надо короткие. Вот такие короткие. Так, повесить не могу, да? Ну да, из-за шкафа. Хм. Тогда давай, знаешь чё? Жалюзи попробуем установить. Покупаем жалюзи. И вот на одну сторону. Отлично просто. Просто то, что нужно. Ту сторону закрывает всё равно шкаф. А эту сторону будет закрывать жалюзи. Ну. Вот. Вот это я понимаю. Вот это вообще я нормально придумал. Хе. Ну, чё поделать? Комнатка маленькая. Нужно как-то выкручиваться. Ну что? Вот такая вот спальня у нас получилась. Это место тупо, чтобы поспать. Ни для чего более она не предназначена. Так что идём в следующую. Это у нас ванный санузел. Ванный. Ванный санузел. Это ванно-туалетная комната у нас. Объединённая. Вначале у нас она была разделена. То есть отдельно был туалет. Отдельно была ванная комната. Но мы в итоге всё это объединили. Что ж. Начнём, я думаю, с душевой кабины. Душ. Опа. Душевая у нас кабинка уже встала. Осталось установить здесь раковину, туалет, зеркало и шкафчик для ванных принадлежностей. Пойдём, 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 пойдём. Со мной я тебе покажу нашу ванную комнату. Раскошную, красивую, просто чудесную. Смотри, вот это у нас крутой умывальник. Дорогущий, зараза. Это зеркало, в котором я не отображаюсь. Это у нас подвесной шкафчик. Он открывается. По идее, я хотел сюда затолкать туалетную бумагу, но она не влезла. Поэтому туалетная бумага у нас хранится на подоконнике. Потому что повесить её на вот этот вот держатель туалетной бумаги я не могу. Туалет у нас с тобой тоже роскошный, дорогущий. Здесь у нас ещё один шкафчик. Кстати, может туалетную бумагу сюда надо было затолкать? Ладно, не будем об этом сейчас думать. Короче, это шкафчик для вещей. Ну, например, полотенец, там халатов и прочего, прочего, прочего. Вот мы его закроем. Но это, понятное дело, душевая кабинка. Вот. В принципе, всё. Вот такая вот чудная, минималистическая ванная комната. Мне здесь всё нравится, единственное, я не повесил ширму. Надо этим сейчас заняться. Жалюзи. Плотные вот такие вот жалюзи берём и вешаем. Ну вот, другой вид, другое дело. Отлично. Что ж, ванная комната у нас готова. Пойдём дальше. А осталась у нас с тобой последняя комната. Ну, не совсем эта комната, это банный комплекс. Это я называю так. Хе. Наша сауна. Чудо-сауна. Конечно же, первым делом вешаем сюда жалюзи, чтобы нас ничего не отвлекало. И никто не подсматривал, конечно же. Ну что, вот такая вот сяуна у нас с тобой получилась. Здесь просто всё перфекто. Ты посмотри, вот я, кстати, раньше никогда не замечал, но есть вот такая вот замечательно красивая печь в виде глобуса. Она просто прекрасна. Она сюда вообще вписалась как надо. Также тут светильнички. Это у нас термометр. Это у нас крючки, чтобы повесить сюда, там, допустим, халат свой или ещё что-нибудь. Вот. Ну, в принципе, как-то так. Также я ещё нашёл тут маленькие деталюшечки, например, вот полотенчики. Сейчас их нужно будет закинуть в нашу ванную комнату. Пойдём быстренько закинем. А также я ещё повесил сюда часы. Выглядит, по-моему, неплохо. Так, ванная комната где-то у нас. Блин, прикинь. Полотенца вообще в шкаф не лезут. Тоже положил на подоконник. О, дела. Слушай, я тут листал, листал, нашёл корзину для белья. Я же совсем забыл. Я же эту не сделал. Какую? Стиралку. Значит, корзину для белья сюда. Стиралочку сейчас сделаем. Ну вот. Теперь точно всё. Сейчас поближе ещё корзиночку поставим. Вот так вот. Угу. Перфекто. Ну и тогда полотенчики можно положить. В принципе, на стиралку тоже нельзя, да? Чёрт подери. Ладно. Пусть тут лежат. Конечно же, конечно же, для ванной комнаты нам нужно мыло. Надеюсь, оно поставится сюда. Оно сюда не ставится. Что ж за дела-то? Мыло не можем поставить. Это плохо. Но мыло на полу, это, конечно, негоже. Все комнаты у нас сделаны. Кроме нашего огроменного коридора, который у нас будет сделан под гостиную. Сюда мы поставим с тобой обязательно, просто обязательно. Огроменный камин. Электрический, электрический, электрический. Дровяная печь. Ну вот, это, конечно, печь это с олешком. Давай вот такой вот электрический камин возьмём. Очень классно выглядит. Поставим мы его, конечно же, здесь, прям посерединке. Вот так вот. Возьмём свечей. Там какие цвета есть у нас. Вот, вот, вот. Давай лучше беленькие. Возьмём свечи, поставим их сюда, тоже на камин. Ну, типа, романтик, красота, все дела. Конечно же, конечно же, нужна картина, обязательно картина, которая будет висеть над камином. Картина у нас будет, ммм, да, что-нибудь с огнём, что-нибудь такое красивое. Картина розовой деревни подходит. Что ж такое? Тут очень скудный набор картин. Прям капец. Ну вот, мне понравилась вот такая вот. Картина, утренний пейзаж. В принципе, вроде норм. Вот тут вот мы его и повесим. А слушай, нет, не-не-не, мы не картину повесим. Мы повесим сюда часы. Очень крутые. Смотри, какие есть. Вот такие вот часы с кукухой. Купить и повесить. Вот, что-то не вешается. А, вот так надо. Во, нормас. Сюда, конечно же, мы поставим кр... А, что-то я скривил, походу, да? Ну да, что-то я скривил. Хотя он вроде по центру. Короче, сюда мы поставим кресло. Сейчас, подожди. А лучше ковры постелим. Потом на них поставим кресло. Ковёр. Ковёр нам нужен круглый, желательно огроменный просто. Узоры какие-то беспонтовые, конечно же. Так, вот этот коврик покрасим мы его в белый. Вот. Вот так вот. Блин, ну это... Это что, коврик, что ли, называется? Капец. Чё он такой маленький? Ммм... Круглый в топку. Надо взять другой какой-нибудь длиннющий. Вот такой... Ммм, ужасный ковёр. Где нормальные ковры? Вот этот можно я на стену повешу? Блин, а чё бы нет? Почему бы такой ковёр, который раньше висел на стене, например, где-нибудь? Как в советские времена. Мы постелим здесь. Ха-ха-ха. Вообще по кайфу будет. Не, всё-таки немножечко надо сместить наш с собой этот камин сюда чуть-чуть. Упс. Нужно поставить роскошное кресло. Кресло. О! Вот такое вот кресло, смотри. В айшпи. В айшпи просто чума. Нет, расцветка ужасная. Вот так это пойдёт. Так. О-о-о, да. Возле камина. На кресле сидеть и просто... Часы ещё надо переместить, конечно же, по центру. По центру. Вот. Ну просто шедевр. Слушай, а вот здесь вот, вот здесь вот что можно сделать? Детский уголок какой-нибудь, да? Тоже нужен ковёр. Вот этот вот. Давай попробуем. Вот, вот это нормальный ковёр. Вот этот всё, всё делать как надо. Поставим сюда какие-нибудь кубики, игрушки. Что-нибудь ещё. Зайчка. Забавного такого красивого. Вот эти вот ослики мне очень нравятся. Мы их поставим вот сюда на подоконник. Они прям... Сделаем, что они смотрят сюда, или сделаем, что они в окна смотрят? Давай в окна пускай они смотрят. Ха, прикольно. Мишка плюшевый, который спит. Тоже на подоконнике вот так вот сейчас вот. Вот. Мячик обязательно. Мячик сюда поставим. Кубик один. Здоровый. Неинтересно, надо побольше кубиков. Всяких вот таких вот наставить огроменных. И поменьше можно, в принципе, поставить. Вот, кстати, коврик велкам. Поставим у входа. Велкам. Всё, добро пожаловать. Так. Чё оно здесь? Здесь вроде бы всё. Чё? Неплохой коридорчик такой получился. Коридорчик гостиная. Здесь, может быть, конечно, и телек бы подошёл. А может телек? Давай сюда всё-таки телек. Часы мы поставим здесь. Вот так вот. А сюда телек. Навесной. Подвесной телевизор. Вот. О! Главное свечи не поджигать. А то плазму сожгём. Здесь вот чё-то явно не хватает. Чё бы нам сюда поставить, а? Поставим мы здесь вот такой вот столик. Небольшой. Ага. И будут тут лежать у нас, например, знаешь чё? Книги. Какие-нибудь книги. Мы же с тобой умные. Мы много с тобой читаем. Поэтому у нас тут будут книги. Вот они, книги у нас. Пульт от телевизора, конечно же, мы положим. Пульт у нас будет вот здесь вот. Вот так вот лежать. Ну и книга секреты. Вот книжка одна. Вот книжка другая. Ну и какая-нибудь там, знаешь, вот. Вот такая вот. Пускай будет старинная какая-то. Всё. Всего три книги за всю жизнь мы с тобой прочитали. Этого достаточно, в принципе, чтобы быть умными. Вроде бы всё. Вроде бы всё мы сделали. Давай ещё пробежимся. Значит, вот мы заходим в нашу квартиру. Вот так вот заходим. Закрываем дверки. И пошли. Значит, здесь у нас сауна. Добро пожаловать. Да, дверь у меня открывается немножечко не так. По идее, она должна открываться в другую сторону, вон туда. Вот, вот так вот. Ну, это, в принципе, ничего страшного. Вот такая вот у нас сауна роскошная, красивая. Идём дальше. Это у нас типа шоу-рум. Здесь у нас кухонька. Забавная, красивая, зелёная. Вот такая вот часы замечательная. И стульчики. Всё у нас. Кстати, почему здесь закрыто? Можно тут всё приоткрыть, чтобы поступал свежий воздух. Вот так вот. Всё равно лето на дворе. И кучки. Кучки навоза. Нет, воняет. Нет, лучше закрыть. Вот так. Газ, конечно же, для плиты. Здесь у нас прекрасная, прекрасная просто гостиная. Детская. Всё в одном. Телевизор, камин. Всего много побольше. Выход на улицу. Здесь у нас, конечно же, санузел замечательный. В котором всё пусто, потому что не знаю почему. Не вмещается туда полотенца. Почему полотенца тут нельзя в шкафчик положить? Вот это меня просто убивает. Корзинка для грязного белья. Стиралка. Замечательный подвесной шкафчик, куда мы кладём свои зубные пасты, щётки, прочие принадлежности. Зеркало, в котором меня не видно. Идём дальше. Здесь у нас, конечно же, комната. Тёмная комната закрытая, чтобы не попадал сюда свет, чтобы можно было поспать подольше. Отличный, просто шикарнейший шкаф. Телевизор, кстати. Пульт где? Пульт от телевизора где? Не буду же я постоянно скакивать с кровати, чтобы переключить телеканал, как по старинке. Есть же пульт. Пульт от телевизора, вот. Мы его вот прям на кровати и закинём. Вот так вот. Всё. Огнищи. Ну, в принципе, всё. Шоурум окончен. Теперь. Теперь нам нужно заняться с тобой отделкой самого дома. Ну и, конечно же, сада. И решите вопрос с вот этими кучками. Видимо, эти кучки на всю жизнь здесь останутся. Я не знаю. Они лопатами не убираются. Может быть, это какой-то глюк? Со следующими обновлениями это поправят. Или мне придётся продавать этот дом из-за этих кренделей. Вот этих вот валяющихся. Не убирающихся. Значит, красим. Красим дом. В какой цвет красим? Или не красим? Панели какие-нибудь забабахаем? Настенные панели. Вот. Значит, дом у нас будет из дерева. Из светлого дерева. Вот такие вот панели у нас будут. Давай попробуем. Оп. Оп. Значит, берём шпатель. И начинаем всё это дело. О! Отличный цвет. Прям угадал. Роскошно. Давай. Лепим эти панели. Фасад мы немножечко отделали. Но нам нужно сделать ещё и крышу. Но мы не достаём до туда. Поэтому мы с тобой покупаем строительный лес. В топку нам какие-то там, смотри. Алюминиевые лесенки. Ну что это за детский сад? Ну серьёзно. Мы с тобой серьёзные люди. Покупаем строительный лес за 39 косарей. Хотя лесенка стоила 9 или 6. Сколько лесенка стоила? Подожди. Лесенка 1000 стоила. А этот 40 отстает. Ну ладно. Мы же с тобой богатые. Богатые. Поэтому мы можем позволить себе строительный лес. Вот так вот поднимаемся на второй этаж. О, круто. А что мы по крыше можем бегать? Нифига себе я по крыше дома свою бегаю. Обалдеть. Вот это круто. Я никогда... Ай! Свалился. Я никогда раньше этого не делал. Поднимаемся снова. Хватит играться, баловаться. Хорошо, что крыша, кстати, не обвалилась. Мне кажется, она хрупкая. Значит, строительный лес. Мне кажется, что он криво немножко стоит. Или нормально. Ладно. Покупаем панели и начинаем отделку верхнего этажа. На кой? Вот на кой чёрт я купил этот строительный лес? Он мне нафиг не сдался. Это надо было покупать, знаешь, там, для каких-нибудь двух-трёхэтажных домов. А тут всё просто. Смотри. Берём вот так вот. Сейчас оббежим где-нибудь. Где у нас тут место-то есть? Где у нас крышу? Крышу нужно поделать. Вот здесь вот, да? Вот, вот. Смотри, берём. Вот так вот подпрыгиваем и... Эй, эй, эй. Вот. Не достаю. Вот тут достану. Опа. Давай. Не видал? Ну, хотя здесь, да. Мне, наверное, придётся строительный лес. Без него не обойтись. Но вот здесь. Сейчас я тебе ещё раз покажу. Просто ножками вот так вот подпрыгивай. Ну, давай. Опа. И всё. Никакая лестница тебе нафиг не нужна. Но это, конечно, если не высокий дом. Ну и что, строительный лес? Вот ты и пригодилась всё-таки, да? Ага, зря я тебя ругал. Ну, ты на самом деле так себе пригодился. Так, берём, значит, панелечку. И погнали через крышу. Сейчас вопрос решим не строительным лесом, а крышей. Вот эту вот штуку надо заделать. Ну, вот и всё. Смотри. Красивый домик деревянный. Просто. Муа. Пальчики прям. Муа. Эээ, чё... К чему это я вообще? Это обычно про блюдо, что так муа делают. Мда. В общем, красота. Красота и идиллия. Осталось только уложить здесь газончик, сделать бассейн и решить вопрос с калачами вот этими вот. Если ты знаешь, как решить этот вопрос, то напиши, пожалуйста, в комментариях. Потому что я уже всё перепробовал. Ну, а сейчас самое главное. Мы это всё дело продаём. Вот так вот. Строительный лес нам больше не нужен. Это тоже нам больше не нужно. Оббегаем вокруг дома. Смотрим, везде ли все панелики мы приклеили. Нет ли никаких лишних старых мест, которые нам нужно скрыть. Ага, вот вижу. Недоработка. Сейчас. Решим вопрос. Всё. Вопрос решён. Ищем ещё. Вроде бы... Вроде бы всё. Да. Всё по фэнчую. Значит, заходим. И наслаждаемся чудесным новым домиком. Конечно же, конечно. Сейчас откроем окошечко. Мы здесь ещё не живём. Но чтобы жить, нам нужно сделать следующее. Escape. И перенести офис сюда. Нажимаем. В принципе, всё. Офис перенесён. По идее... А, нет. Подожди, ноутбук надо поставить. Ноутбук мы поставим сюда. Работать я буду в гостиной. Возле каминчика. Посматривая телевизор. И попивая. Сачок. Так. Ноутбук. Давай мы тебя как-нибудь вот так вот поставим. Вот так вот. Всё. Мы переехали. Это наш новый офис. Ну что. На этом мы заканчиваем. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай подписываться на канал. Если ты ещё не подписан, ставите лайкосики. Оставляйте свои комментосики под видео. И увидимся в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok